О, здрасте. Привет. У-ху. Финалистку конкурса «Народный артист 3» Марину Девятову многие мурманщане считают своей. Каждый год она приезжает с концертами в города области, часто выступает в дуэте с нашим земляком Алексеем Гомоном. Вот и сейчас певицу пригласили поздравить мурманских милиционеров с профессиональным праздником. Если есть спрос на Девятову, Девятова приезжает. И я уже так знаю расписание самолетов Москва-Мурманск, знаю авиакомпании, знаю уже как добраться до центра Мурманска. Спасибо. План? План души нужны? Можно? Хочешь так делать? А? Очень плохо. Так плохо, что прям не отрабатываешь. Ах, матер хочешь. Очень тепло принимают. И мне кажется, здесь люди, извините за слово, не зажравшиеся, вот этим нашим гламуром шоу-бизнеса. И несмотря на то, что большую часть времени здесь холода, у них очень теплые сердца. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ее выступления всегда сопровождаются танцевальными номерами. При этом поет она только вживую, никакой фонограммы. Но возможно ли одновременно активно двигаться на сцене и при этом хорошо петь? Ее отец, народный артист России Владимир Девятов, утверждает, что без специальной подготовки не получится. Когда у меня с отцом возникали дискуссии на предмет того, поет ли артист Н, поет ли он живьем или под фонограмму, еще когда я была в подростках, он мне говорит, прыгай, прыгай, раз в двадцать прыгай, а теперь пой. Это невозможно. Почему певица Марина Девятова, поклонница популярной эстрадной музыки, стала исполнять русские народные песни? И что говорит о ней коллега Алексей Гоман? Об этом узнаете через несколько минут. Продолжение следует... Продолжение следует...